На меня готовят разоблачение. Так уж получилось, что это единственная достойнейшая новость за прошедшую неделю. Нет, ну серьёзно, чё-то как-то неделька была скучная очень. Особо никаких сливов, никто с ютуба не уходит. У нас ведь уходы в последнее время это одна из самых популярных тем для видео. Я ухожу с ютуба, ребята, прощайте. Но в этот раз чё-то как-то желающих вновь уйти у нас не нашлось. Это уже, ребята, шестой выпуск топовых новостей по Free Fire. И я честно сейчас не знаю, о чём вам рассказывать. Новостей реально мало, их практически нет. Да ладно! Ладно, давайте быстренько сейчас пробежимся по всему, что было, по нарастающей. От менее интересного к моему разоблачению. На этой неделе в игру были вновь добавлены новые донатные события. Куда же без них? У нас уже давным-давно ни одной недели без донатов. Вот вам, например, новенький беспонтовенький алмазный джекпот, на который лично мне не только алмазы, но и бесплатные купоны тратить было жалко. Если у все 50, что были, и ничего не выбил. Ну и хрен с этим, оставлю свои очки-лаки на следующий алмазный. Хотя вроде как и он будет отстойный. Такой же свадебный скин, но уже на женский персонаж. Напишите, ребята, по-братски в комментариях. Вот это вот... Да не знаю, как это назвать. Кому это вообще нравится? Также пару дней назад в игру добавили, точнее вернули уже в четвёртый раз, зомби-самурая. Бедный и несчастный набор, который смело может претендовать на звание самый сливаемый набор во фрифайре. У меня вот к разработчикам после этих событий возникает невольный вопрос. А у вас там с фантазией, ребят, что? Неужели так трудно добавлять новые сеты? В игру чуть ли не каждую неделю сливаются старые наборы пачками. Наборы, которые у 80% игроков уже давным-давно есть. Не знаю, как у вас, ребят, но вот лично у меня в такие моменты, желание донатить в игру напрочь отпадает. Cool cool story, братишка, блядь, земля тебе пухом, дальше чё? Помимо самурая, кстати, в игру вновь вернули грёбаного динозавра и ещё один президент на звание самого сливаемого наборчика. Ну серьёзно, динозавр, вам не надоело их сливать-то, а? Также в игре наконец-то появился новый персонаж Fly, главный набор которого лично мне очень сильно нравится, так как я очень сильно люблю эту тематику, хип-хоп. Абсолютно все вещи в этой тематике я забираю сразу же. И по сей день считаю, что второй пропуск хип-хоп во фрифаре был лучший за всё время её существования. Прожмите пальчик вверх, если согласны. Напомню, что способность Fly это ускорение ходьбы во время стрельбы, а также повышение меткости. Довольно хороший навык для всех любителей играть на ближней дистанции с ПП и устраивать файты, или для постоянных игроков СНС. Его, кстати, дают прямо сейчас за пополнение, всего лишь 300 алмазов. А если сверху задонатите ещё 200, то заберёте его вместе с фирменным его набором. Ну а если денежных на пополнение у тебя, братик, нету, то прямо сейчас я проведу традиционный конкурс и выберу одного счастливчика из прошлого видеоролика. Кому достанутся 500 алмазов от отца Евгена. Имя счастливчика прямо сейчас у тебя на экране. Поздравляю тебя с победой, братик. Лови свои халявные алмазики. А всех остальных участников конкурса прошу не расстраиваться, потому что, как и всегда, в новом новостном выпуске я в очередной раз разыграю для вас 500 алмазиков. Всё, что требуется для того, чтобы их получить, это подписаться на мой канал, прожать лайкосик под этим видео и написать любой комментарий, минимум из пяти слов. Плюс оставить свой игровой айди в конце. В следующем новостном выпуске я рандомно выберу одного счастливчика-победителя и отправлю ему 500 алмазов. Напоминаю, что выпуски выходят каждое воскресенье. Желаю всем вам удачи. На этой неделе была объявлена регистрация на новый официальный турнир от Гарены Pro League сезон 3. Внутриигровая квалификация стартует уже 12 июля. Призовой фонд турнира составит на этот раз 80 тысяч долларов, что равно в рублях почти 6 миллионов. Воу, нехивая такая сумма, да? Не обошлось на этой неделе и без фейлов. И нет, я сейчас не про жабку, которая продолжает снимать свои грёбаные подставные ролики на ботоцикле. Или его жалкие попытки реанимировать свой говно-канал за счёт воровства названий хайпующих на ютубе шоу. Поверьте мне на слово, канал этого дурачка уже абсолютно ничего не спасёт. Делай ты хоть 18, хоть 25, хоть 30, хоть 40, да хоть все 48 килов на мотоцикле, порой ты хоть 10 других шоу, Ванечка, твой канал по-прежнему будет в глубочайшей сраке. А всё, что нужно было для того, чтобы он туда не попал, это... Извиниться перед своей аудиторией! В протяжении недели в официальной группе ВКонтакте в рамках коллаборации со Street Fighter выходят посты о зарубах между ютуберами. И нет, я сейчас не говорю о том, что в этих зарубах участвует жабка. Жабка в зарубах. Жабка зарубы. Блядь, пиздец! Я вот про это. Fire KZ. Официальная группа ВКонтакте и Free Fire рекламирует грёбаного мошенника Fire, которого мы с вами совсем недавно сливали. Для тех, кто не помнит, это Мадина, разоблачение которой есть у меня на канале. Можете его посмотреть. Я, конечно, с этого очень дико кринжанул. Ну да ладно. Вот не поверите, но это были все новости за прошедшую неделю. Всё, больше ничего нет. Разве что, если ещё добавить сюда вот этот вот скин, который, вероятнее всего, будет нас ждать в следующем оружейном джекпоте. Как по мне, один из самых бесполезных скинов, лично для меня. Потому что без прикола я с этой пушкой ни разу в жизни в данной игре не играл. И вряд ли буду забирать этот скин. Даже для коллекции он мне нахрен не обосрался. Ну и раз уж новости у нас все с вами закончились, то давайте перейдём к самому горяченькому. К разоблачению отца Евгена. И это сейчас вовсе никакой не рофа. Уже на следующей неделе на меня должно выйти масштабное разоблачение. И не от кого-то там, а от самого, наверное, знаменитого и довольно успешного разоблачителя мобильных игр. S-Cube. Это тот самый человек, который в пух и прах разгромил Гарену. Который на сегодняшний день является её, наверное, самым главным хейтером. Его разоблачения на Free Fire суммарно собрали уже больше трёх миллионов просмотров. Наконец-то! Хоть один достойный соперник! Они всякие там майоры, жабки, мадины, которые даже двух слов связать не могут. S-Cube анонсировал выход моего разноса в своём телеграм-канале. Ровно после того, как я на одном из своих стримов над ним порофлив, вызвав его один на один в SNS Free Fire. S-Cube один на один тебя Джага-Джага сделает. Ну, блядь, S-Cube, выходи. Давай. Вызываю тебя на один на один. Мне такие подписчики заходят, значит, пиздят, блядь. Что ты мне там сделаешь один на один, блядь. Братан, прямо сейчас я, отец Евгена, это вот я, блядь. Я вызываю тебя на бой. Мой хер с твоей губой. Ха-ха, шучу. А на бой SNS во Free Fire. Просто по правилам 13 раундов, бесконечные патроны, бесконечные стенки. Выходим, ебашимся. SNS, ты такой дерзкий, такой крутой, там за тебя все заступаются, блядь. Выходи, покажи, из какого теста ты сделал, блядь. Я жду тебя. Или засал. Порву. А ладно, рофли, чё вы. О том, что это был всего лишь рофл, я сказал в ту же секунду. Но, естественно, S-Cube ради хайпа вырезал лишь то, что нужно ему. И быстренько закинул это к себе в телегу. А после записал вот такой вот войс, в котором пообещал разнести меня в пух и прах. Короче, кто не понял, что это, поясняю. Мать Евгена вызвала меня на дуэль Free Fire 1 на 1. Он, будучи игроком, который провел в игре больше полутора лет, вызывает человека на дуэль, который в этой помоке провел от силы часов 5, не больше. И мать Евгена об этом прекрасно знает. И чтобы меня снова показать в плохом свете, якобы я там слился и тому подобное, он решил пукнуть в воду и вызвал меня на дуэль Free Fire. Знаешь чё, это по-настоящему мерзкие и низкие поступки, которые способны сделать только настоящее ничтожество, которое боится проигрыша. Я не знаю, это то же самое, если бы какой-нибудь баскетболист вызвал на дуэль, не знаю, какого-нибудь хоккеиста, вот то же самое. А что ж ты, дорогой ты мой, меня в паб не вызвал? Или какую-нибудь, не знаю, другую нейтральную игру, а? А чко-то неужели всё-таки жмётся у тебя, дорогой ты мой? Короче, насколько я понимаю, эта ебала будет продолжаться вообще бесконечно. Поэтому прямо сейчас я пошёл писать ролик на этого толбоёба, и запомни, Евген, ты ответишь за весь свой пиздёж. Дорогой ты мой эсклюбчик, я очень сильно жду выход этого ролика. Мне честно, безумно интересно на него посмотреть. Жаль только, что всё то, что ты там будешь говорить, я уже о себе слышал. От самого себя. Я ведь сам не раз на себя сливал на своих стримах огромнейшее количество пруфов и фактов. Пангую, в твоём видео именно это меня и ждёт. Я на 99% уверен, что всё тобой сказанное в твоём видео будет либо абсолютный пиздёж, как ты обычно и делаешь в своих видеороликах и в телеге, либо что-то, о чём не знаю, только, наверное, глухонемой. Ну или тонна оскорблений за тот слив, что я на тебя снял. Слив, естественно, в кавычках. Если ты не понял, эсклюб, то в прошлое воскресенье на моём канале вышел традиционный выпуск новостей. Это не было твоим разоблачением, это был лишь его анонс. А ты, дурачок, подумал, что это твоё полноценное разоблачение и на серьёзных щах решил меня разъебать. За анонс! Ты пиздец. Впрочем, это уже не важно, твой слив уже совсем скоро. Потому что поверь мне на слово, эсклюбчик, за мной не заржавеет. Я тебе обязательно отвечу. Поэтому давай-ка скорее снимать с увы сири, закидывай к себе на каналчик. А то мне уже просто не терпится тебя раскатать. Ну и конечно, ребята, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой телеграм-канал Отцовское Общество. Один из самых топовых телеграм-каналов по Free Fire. Как только разоблачение от этого долбоящера выйдет, я сразу же опубликую его там и дам свои комментарии. И там же анонсирую выход нового масштабного разгрома от меня. Под названием... Короче, просто подпишитесь на телеграм и узнаете, на кого я готовлю там масштабный слив. Ссылочка, если что, есть в описании. Вот такой вот коротенький выпуск у нас с вами сегодня получился. Новостей было мало, согласен, но всё, что было, обо всём рассказал. Прожимайте пальчик вверх, если данный выпуск вам понравился. И подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. С вами был Отец Ельген и самые топовые новости по Free Fire. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Алло, алло, алло. Ребят, можете мне подсказать креатив в новостном ролике? Единственное, что мне в голову приходит, если съездить Сингапур в отдел разработки и сделать новостной ролик такой, это будет креативно. Но! Какой креатив может быть в новостном ролике?